Семьи с детьми в Новосибирской области сегодня получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, о которой говорил президент. Сумму перечисляют на каждого ребенка от 3 до 16 лет. О том, что нужно было сделать, чтобы деньги упали на счет, расскажет Мария Никитина. По данным регионального отделения пенсионного фонда, 96% всех заявлений родители подали именно через портал Госуслуг. Специалисты называют этот способ быстрым и безопасным. Принимать документы на единовременные выплаты будут до 1 октября. Татьяна Нечаева – многодетная мать. Сегодня она получила заветное смс-уведомление. На двух младших детей перечислили по 10 тысяч рублей. Отправить заявление получилось не сразу. В первые дни после подписания президентом указа желающих подать документы на выплаты оказалось слишком много. Числа, наверное, 14 мая была подача. 17-го он ушел на обработку. И потом в личном кабинете в пенсионном фонде уже было сообщение, что находится в обработке, ожидайте. И буквально сегодня случилось приятно. То есть выплата произошла. На полученные от государства деньги Татьяна планирует одеть детей к школе и исполнить мечту сына. В качестве подарка на день рождения подросток попросил электрогитару. А мать шестилетней Сони Наталья заявление на выплату подала только вчера. Говорит, никаких проблем и сложностей не возникло. Зашла на сайт, да, госуслуги. Я там зарегистрирована. То есть личность моя идентифицирована. Все, что нужно было, это ввести данные, свидетельство о рождении ребенка. И снился. К сегодняшнему дню специалисты пенсионного фонда обработали все заявления, поступившие до 26 мая. Выплаты получили родители больше 300 тысяч детей. Тем, кто подал документы позже, деньги придется немного подождать. По технологическим особенностям взаимодействие системы 8 дней отводится на прием, обработку заявлений, доведение до выплаты. Хочу всех успокоить, что обработка заявлений идет в ежедневном режиме. И не исключаю того, что выплаты будут доходить еще сегодня в течение вот этого рабочего дня, в последующие дни с какими-то, возможно, задержками. В фонде подсчитали, получить единовременные выплаты в регионе должны родители примерно 430 тысяч детей. О том, как в Новосибирской области выполняют поручения президента страны, губернатору доложили на оперативном совещании. Президент сказал, что будет считать поручение исполненным, когда конкретные люди на свои счета получат денежные средства. Я предлагаю в том числе и организовать такую выборочную обратную связь. Может быть, опросить людей, как проходил процесс, насколько трудоемко, понятно для них, всем ли они довольны. Андрей Травников поручил держать выплаты на контроле, работать с каждой семьей индивидуально. Мария Никитина, Тарас Тарасов, Новости ОТС.